Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель задумалась об увеличении груди. Девушка пишет, «Мне поступает очень много сообщений от специалистов с предложением увеличить грудь. И вы мне пишите, что надо сделать размер больше. Нужен ваш совет, когда лучше увеличить грудь после родов или сейчас». Как вы помните, недавно на поляне был женский приход и к Глебу Жемчугову пришла новенькая участница Юля. На следующий день Глеб и Юля уже целовались, а ночь они провели на одной кровати в женской спальне. Илья Яббаров вышел на свободу. Он не признался в измене и покинул изолятор раньше срока по просьбе Кати Кауфман. Первым делом он стал вновь говорить о нежных чувствах своей бывшей девушке, но в ответ услышал отказ. Более того, Катя собирается поехать на кастинг, чтобы найти себе нового мужчину. Также выяснилась одна подробность. Ябаров поспорил с Ваней Барзиковым на большую сумму денег в 65 тысяч рублей. И спор касается Кати. Участники второго сезона «Острова любви» пакуют чемоданы. Все ждут ток-шоу, на котором и объявят о закрытии второго неудачного сезона. И уже 7 декабря шесть пар с Поляны отправятся на остров для участия в конкурсе «Свадьба на миллион». Лиза Полыгалова и Ваня Барзиков тоже едут на остров. Лиза пишет, «Если с Ваней все пойдет хорошо, то я хочу замуж. Я реально готова к свадьбе. Даже в свои 18 лет я хотела выйти замуж за своего бывшего парня». Элен Каминская и Андрей Назаров тоже отправятся на остров любви. Как вы помните, некоторое время назад Антон и Женя Гусевы сообщили о своем расставании. На днях Антон опубликовал на своей странице интересное сообщение. Он немало времени проводит с сыном, которого очень любит. Антон написал, что он счастлив, что у него есть сын. Но радости скоро будет еще больше, потому что у него скоро будет и дочь. Фанаты, конечно же, не остались равнодушными. Многие решили, что это и есть настоящая причина будущего развода. Вика Романец и Антон Гусев интригуют своих подписчиков. Как вы помните, в сети ходят слухи об их романе. И на днях Вика и Антон выложили в сеть фотографии с очень похожим пейзажем. Фанаты стали бурно обсуждать эти снимки, сравнивать их. Но ни Вика, ни Антон комментариев на эту тему не дают. После грязных историй, которые связаны с именем Ольги Бузовой, ее пиар-директор Антон Богославский прекратил с ней сотрудничество. Еще совсем недавно Антон поддерживал Бузову, которая переживала непростой период, связанный с расставанием с Дмитрием Тарасовым. Но после скандала он принял решение разорвать рабочие отношения с ней. В своем блоге мужчина поблагодарил Ольгу за сотрудничество, перечислив все ее многочисленные достижения в карьере. Бывшая участница проекта Алена Водонаева распрощалась с бюстом пятого размера. Девушка давно заявляла, что мечтает о более скромных формах. И вот недавно она решилась на непростую пластическую операцию по уменьшению груди. Из-за большого бюста у нее возникали сложности при подборе нарядов, а также были проблемы со спиной. Операция обошлась Водонаевой в 1 миллион рублей. Она длилась 3 часа и прошла успешно. И через месяц Водонаева обещала своим поклонникам устроить красивую фотосессию в купальнике. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.